Я представляю, начинаю нашу пресс-конференцию сегодня по итогам танцев на льду в финале, ну скажем так, в Венежском финале Гран-при России. И представляю победителей финала София Леонтьева Даниил Горелкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Серебряные призеры Романа Половинска Артем Фролом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочу сказать, что все три пары, которые сейчас пытались в определенный танец, они все улучшились на рефектах сезона и консезона по произвольному танцу и по Соне другу программы. Вчера, если ты смотрел по баллам, это, как бы, результат, ну, там, на несколько баллов каждая пара, что говорит о том, что концу сезона программы уже дошли до совершенства, были накадлены. Хочу напомнить, что, ну, Соня и Даня, и так в серии Гран-при поддержали две победы. Аня и Артем завоевали золото и серебро, Катя и Ваня пропустили первую часть сезона из-за проблем со здоровьем, мы, ребята, выступали на Перенской России и стали там в ронзовом введены. Прямо сразу в кордону. Я думаю, что давайте сразу перейдем к вопросам. И... Да? Да. Есть вопросы? Представляете, тогда задавайте это. Микрофона нет. Да. Да. Представляю вас всех с врачей-никами мира. Хотелось бы рассказать, как вообще вам воскрепление в мире? Как удалось ли получить кайф для этого мира? И сегодня ей намеченные, все ей намеченные цели будут получены? Да. Так, ну что, начинаем мы. А, во-первых... А он работает? Да. Раз. Два. Я так и не понимаю, работает он или нет, скажу вам так. Но в первую очередь хочу сказать, что невероятно приятная организация этого турнира. Невероятно прекрасный город Санкт-Петербург. Очень приятно здесь находиться. Насчет целей хочется сказать, что да, мы их выполнили. Все, что было намечено, какие были задачи, все были выполнены. И этим сегодня мы с Сонькой гордимся. Насладились сегодня полностью своим прокатом. Смотрели друг другу в глаза, чувствовали поддержку публики. Сегодня кататься было в одно удовольствие. Да, и очень хочется поблагодарить публику, которая сегодня находилась в такой атмосфере, которая поддерживает, хлопает себе в ритм танца, а это только заводит и наполняет себя катать еще лучше и лучше. В принципе, я могу сказать тоже самое, что очень было приятно получить такую поддержку от зала. Вчера было все-таки поменьше людей, сегодня прям много. Очень хорошая организация турнира. Потрясающий каток, очень светлый, очень лед хороший. Очень понравилось нам тут выступать, получили удовольствие и выполнили все свои цели. Да, я слышал, что вы отметили это качество льда. То есть лед, он как бы помогал, я бы сказал, что он катил. Но единственное, если бы еще сама площадь побольше была, было бы вообще идеально. И сама атмосфера на катке мне очень понравилась, то есть не было какого-то волнения сильного. То есть мы выходили с холодной головой, ну и плюс я понимал, что здесь лед катучий. И, конечно, с этими мыслями намного легче было выходить. И огромное спасибо нашим тренерам, которые в конце произвольного танца нас подбалили, кричали нам. И на самом деле это очень помогает, потому что к концу ты уже устаешь. Но вот то, что тренеры подбадывали, это очень помогало бы. Не только тренеры. Ну да. Мы хотели бы поделиться эмоциями от добывания в Граде Петрове. Замечательное место. Успели прогуляться вчера после реквентации. Понравился очень город. Также хочу сказать большое спасибо зрителям, которые нас поддерживали. Нашим тренерам за проделанную работу. Мы очень рады, что у нас очень получилось показать все, на чем мы работали. Неделю после первенства. Что касается целей. Из раза в раз мы ставим себе основную цель улучшаться, увеличивать и усиливать. Остальное для нас это вытекающее. И соответственно, здесь мы можем поставить себе галочку за сегодня. Да. А в чем причина пропуска? Можете вкратце сказать? Во время подготовки к контрольным прокатам у нас произошел неприятный инцидент. Это связано с попыткой усилить. Во время выполнения элемента я пробью себе ногу пеньком. И у меня был перелом. Сколько времени? Ну, после контрольных прокатов два месяца. Да, пожалуйста. Всем привет, призерам, поздравления с хорошим выступлением. Наверное, последний старт и старт сезона. Персональная благодарность вам за ответить. Как дефицит, за затеклые слова о нашем городе. И первое вопрос то, что вам есть. Термирую вы говорили, что пока еще не определились. Будете ли последний для вас сезон принимать? Или уже будете переходить по-взрослому? Заряд ли не принято ли вы решение? Решение будет принятоться по факту консультации с нашим тренером. И пока, что мы таких разговоров не проводили. Спасибо. И в очередь нашим чемпионам вопрос. Термирую, где вы невероятно агентно выступили золото, и не могу подвернуться за передачу. Для вас главное было то, что катание понравилось вам самому, и вашим тренерам. Сегодня катание вам понравилось больше, вам и ваше мнение. Во-первых, спасибо большое за поздравления. Спасибо за желание. Хочется сказать, что, наверное, из каждого старта в старт мы стараемся улучшать что-то, получать еще больше удовольствия. Поэтому, скорее всего, это естественно тем, что сегодня мы получили где-то больше удовольствия, где-то мы что-то лучше сделали. Сегодня мы показали свой еще больше максимум, чем мы показали в Перми, и мы этим очень довольны сегодня. Мы показали эту работу, которую мы успели проделать за буквально полторы недели. Да, и мы проделали большую работу. Спасибо большое нашим тренерам и всем также нашим болельщикам, которые поддерживали нас все это время. Получили очень много, правда, теплых слов после Перми. Было очень приятно. Зарядились этой энергией и просто пошли работать дальше. Спасибо. Еще вопросы есть? Может, да, один вопрос еще. Он не связан с соревнованиями. Вот я достаточно давно напытаю за соревнованиями. В последнее время чувствуется крест в акробатических элементах. Насколько много вы работаете над акробатикой, и насколько это сложно? Те, которые у них подходят, можно ли? В любом случае, да, сейчас очень большой пошел акцент в акробатику. И это выглядит, правда, очень интересно, это выглядит мощно. Ну, как новые танцы. Но, ясное дело, мы тоже учим какую-то акробатику, учим какие-то новые элементы на новый сезон и так далее. Но все равно танцы есть танцы. Я считаю, что самым главным показателем является скольжение, связь, так сказать, в паре. Потому что это является неотъемливой частью танцев. Именно это и отличает спортивные танцы на льду от других видов фигурного катания. Да, я полностью согласна с их партнерами. Я думаю, мы все, в принципе, согласны с Данией. Потому что танцы на льду – это все-таки про катание, про взаимодействие, про танцы, в общем. Но и акробатика, интересные поддержки – это то, что цепляет зрителей. то, чему аплодируют буквально сейчас. Всем хлопали в основном на поддержке. И это то, что надо развивать, но и про катание забывать нельзя, потому что оно является основанием танцев. Ну, я считаю, что акробатика, она… Дополняет танцы, делает их интересными. Для этого мы приглашаем лучших специалистов – Дениса Ионова. Мы работаем с ним. Большая благодарность вам. Учим новые вещи, которые в дальнейшем, возможно, перенесем на лед. Ну, все-таки я бы, наверное, описал акробатику, как… Ну, мы делаем всегда упор на гармоничность. То есть акробатика, она не должна выделяться, выбиваться из танца. Она должна его дополнять. Это наше объективное мнение. Спасибо. Еще есть вопросы? У меня вопрос, наверное, включительно ко всем парам. Да, но этот сезон был необычный. И прошла серия «Гран-при России». Сейчас финал. Как вы сами оцениваете, вот, на ваш взгляд, количество турниров, которые в «Алифтанс» найдут. Потому что у парников и у одиночников в турнире могут быть больше, так как они могут совмещать на определенном этапе. По взрослым по имени Орману, по взрослым нет. Да? Разных. Как вам кажется, вот это оптимальное время для вас соревновательного графика? Или, на ваш взгляд, нужно больше каких-то турниров, больше стартов? Мне кажется, было бы здорово, если бы турниров для танцевальных пар было побольше. Потому что мы в этом сезоне издания провели всего четыре старта. Два из которых были в Москве. И вот первые и вот сейчас в Петербурге. Ну, в любом случае, хочется сказать огромную благодарность федерации. Потому что вообще проводят такие турниры. Да, и причем организация на высоком уровне, что невероятно приятно. И одно только удовольствие выступать, даже если этих турниров не так много. У вас еще были международные стороны. Да. Мы откатали всего на один старт Польша, так как нам посчастливилось побывать в Китае на русско-китайских молодежных играх. Вот. Огромная благодарность федерации за организацию в том числе и хоть каких-то международных соревнований. Ну, и я соглашусь, что хотелось бы, возможно, побольше. Так. Да, на самом деле, я тоже очень рад, что мы смогли съездить в Китай. Потому что, ну, хотя бы какое-то разнообразие. Не только, так сказать, по России кататься. Но, в целом, у меня даже все этапы российского гран-при. Мне очень, опять же, хочу отметить организацию. Все было на высшем уровне. И было очень приятно кататься, вот, где мы, получается, выступали. В Москве и в Казани. Да, в Москве и Казани все было на высшем уровне. Но в Китае мне в целом тоже все понравилось. Больше всего я, конечно, там перевел, какая еда будет, но была европейская кухня. Конечно, у меня все устроило. Я частенько ходил на объект ужин. Но это неотъемлемая часть любого соревнования, когда они, главное, что вкусное не было. Да, да, конечно, я тоже переживал. Но седой все хорошо, я бы сказал. Сложно ответить на этот вопрос, так как мы пропустили больше всего сезона. Но я думаю, что было бы здорово, если бы могли участвовать так же по-взрослому и по-имогам, как парнике. Вот это идея. Тогда надо делать два танца? Почему нет? Мы готовы. А вот это много сказок. Можно менять. Это пар, которые выступали раньше из других стран, и они открывались и на юниорские миры, и на взрослые. Поэтому грузинская парня, как мы делали две программы, катали один сезон и по юниорам. Ребята, мы вас поздравляем, вы большие молодцы, желаем вам успехов, самое главное здоровья. И чтобы у вас в следующем сезоне были потрясающие программы. Спасибо большое.